На Псалом 86 Много раз говорено было нами, что Псалмом песня или песню Псалма называются такие произведения, в которых пророчество о Христе соединяется с песнопением. Основание его, Иерусалима, на горах святых, Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Основание Христа суть таинства его страданий и чудес. Они находятся на горах святых, в Веслиеме, на Голгофе, на месте Воскресения, на Фаворе, горе Преображения, на холме Вознесения. Так как горы эти приняли освящение через таинства Господни, то пророк и назвал их святыми. Под горами надо разуметь также и пророков по причине возвышенности их предведения. Они имеют основание Божие, то есть начало богопознания, потому что от них мы научаемся благочестию. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Под селениями Иакова, разумеется, двенадцать колен, или вероятнее селом, потому что там обитал ковчег. Равно как и сам древний народ иудейский, там пребывало святое святых. Но более всего Бог возлюбил врата Сиона, потому что там он явил только образ, а здесь истину. Любит он врата Сиона и потому, что когда они были заключены, Сион принял Христа. Почему дальше вполне согласно с этим и говорится. Славное возвещается о тебе град Божий. Перемена Тона. Прославляется Сион не только потому, что в него при заключенных дверях вошел Христос, но и потому, что, войдя без дверей, как Бог, Он, как человек, позволил тебе осязать его. Пророк не без причины переменяет тон, но потому, что начинает говорить о церкви из язычников, а также потому, что прекращает речь от своего собственного лица и начинает теперь говорить от лица Бога. Упомяну, знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот в Селестемляне и Кир с Ефиопией скажут, такой-то родился там. Почему Бог обещает помянуть Равы и Вавилон? Когда Рав значит блудница, а Вавилон смешение. Это объясняется выражением «ведущим меня». Итак, если Рав блудница означает «церковь из язычников», равным образом, если Вавилон, означающий ввиду множества идолов смешения, обратился и познал Бога, то они справедливо находят память о себе у Бога. Напротив, синагога иудейская за неведение предается забвению. Пророк показывает далее, какой плод Рав и Вавилон, удостоившийся памяти от Бога, приносят Всевышнему. Такой-то родился там. Инопленники Ефиопляне, объятые мраком и тьмой идолослужения, равно и Кир, царствовавший в заблуждении, все родились через церковь для Бога, через рождение, именно водою крещения. А сиони же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Человеком и Вышним пророк называет Христа. Человеком ради плоти, Вышним ради божества. Дивно и в высшей степени ясно пророк указал здесь на таинство, совершенное Христом в Сионе, когда он дал себя осизать ученикам. Эти тайны, говорит, пророк, он узнал нет человека, для него учительным является Христос, о котором он возвещает. Подлинно, в то самое время, когда человек родился в нем, то есть явился, сам Вышний основал его, преподав там благодать Отца, и положив в основание Сиона веру в себя, как он сам говорит об этом устами писая, «Все, полагаю, в основании Сиону камень избранный, краеугольный, честен, и верующий в него не постыдится». Их шестой. Господь в переписи народов напишет, «Такой-то родился там». Какой Господь? Явившийся в Сионе, как человек, основавший его, как Вышний. Он сам повествует в переписи людей, то есть в списке народов. Потому что пророк сказал не об одном народе, чтобы не разумели народа иудейского, а о многих, чтобы указать на язычников словами. И напишется, «Такой-то родился там, Вышний укрепил его». Пророк указывает на апостолов, потому что они в Сионе обречены были в достоинство начальников. Вот тебе доказательства того и другого. Иоанн пишет, что Христос в Сионе сказал апостолам, «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». Иоанна 20.21. Ясно, что здесь Христос поставил апостолов начальниками, и с такою властью послал их в мир. А Лука представляет Христа, изъясняющим в Сионе таинство. Тогда отверз им ум для разумения Писаний сказал им, «Так подобало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя о покаянии и отпущении грехов во всех народах». Так указал он и на Писание народов, то есть на избрание язычников. Итак, не простой человек сообщает Сиону тайны, а поведал ему о всех их яснейшим образом человек, который есть Бог и Вышний. Пророк переменяет тон, потому что, оставив в лице Бога, опять заканчивает речь от собственного своего лица, желая показать славу Сиона по самой его природе. Что же именно, говорит он, и поющие, и играющие все источники мои в тебе? Пророк удивляется, как и в какой мере веселятся все обитающие в Сионе, когда вспоминают совершенные там чудеса, а обитают там те, кто живет духом, потому что Сион есть храм духа. Спасибо.